МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Каждый день, выходя из дома, мы становимся участниками дорожного движения. А улицы города постоянно предлагают нам непредвиденные ситуации. Как не попасть в ненужную и как правильно выйти из уже сложившейся, вам обязательно поможет разобраться наша программа. Чем чаще вы смотрите автограф, тем меньше у вас белых пятен на персональной автомобильной карте. А что мы все время в нашей программе про автомобили, да про автомобили. В городе есть и другие виды транспорта. Троллейбус. Про него, наверное, знает каждый петербуржец. Но я уверен, в нашей программе вы узнаете обязательно что-то новое. Вы смотрите автограф. Я Александр Холдов. Сегодня в программе. С этого начиналась история ленинградского троллейбуса. Я любил в детстве стоять, смотреть, как люди бросают монетку, отматывают себе билеты. Такая вот раскраска, похожая на действительно привычную нам совсем с детства банку сгущенки. Вместо кондуктора, казалось бы, что тут можно придумать. А нет, придумали с подогревом. История троллейбусного движения в Петербурге начинается с 1936 года. Но троллейбусное движение практически такое же важное в нашем городе, как трамвайное. Мы не можем, наверное, разделить историю Петербурга, историю Ленинграда и троллейбуса. И сегодня немножечко подробно про историю именно троллейбусного движения в нашем городе. В 1935 году, в 1936 началась подготовка к отпуску троллейбусного движения в нашем городе. Это считалось, что троллейбус более современный, более дешевый, более маневренный, чем трамвай. И на Невском проспекте начался монтаж контактной сети. И 21 октября 1936 года по Невскому проспекту в нашем городе пошли вот такие троллейбусы. Это были, конечно, современные троллейбусы, очень интересные, красивые. Специально для Ленинграда была разработана такая окраска многоцветная. Ярославский автомобильный завод, на котором выпускались эти машины, он специально в такую окраску поставлял эти троллейбусы в наш город. Вот это вот троллейбус ЕТБ-1, самый первый троллейбус, который вышел на улицы нашего города в 1936 году. Не конкретно вот этот экземпляр, а именно такая модель появилась впервые на улицах нашего города. Поэтому уникально с этого начиналась история Ленинградского троллейбуса. На тот момент, когда создавался будущий музей городского транспорта, уже несколько трамвайов было восстановлено энтузиастами, мы начали поиск троллейбусов, и, конечно, вот из всей истории троллейбусного движения попадались троллейбусы после военных лет выпуска. Речи даже не шло о довоенных троллейбусах, потому что считалось, что их не сохранилось. Все, точка поставлена. Однако в 1996 году, 29 октября, удалось найти один троллейбус, и в 2000 году мы договорились, наконец, с хозяевами, перевезли этот троллейбус, и четыре долгих года продолжалась реставрация. Троллейбус восстановлен до мельчайших деталей. Даже крепежные элементы не точно такие же, как должны быть, а именно старые, старые крепежные элементы 36-го года, примерно 36-го, может быть, чуть помоложе, но, по крайней мере, с такого же троллейбуса, того же времени, все оригинальное. 31 марта 2004 года в 20 часов 48 минут этот троллейбус наконец-то поехал, и это была большая-большая победа. Ведь изначально нам говорили, что вы не сможете найти этот троллейбус, потому что он был, в общем, давно, и их просто не сохранилось. Да если вы даже найдете, там одна труха, вы не сможете его вытащить. Да вы не сможете его привезти потом. Да ничего же на него нет. Смотрите, вы притащили один кузов голый, на каркас. Он не поедет. Вот, Леша, я тебя уважаю, но он не поедет. И он поехал. Самое сложное для реставраторов, естественно, это колеса, потому что это в нашей жизни расходник. Колеса 36-го года в природе, наверное, уже просто не существует. Они даже если где-то были давно уже переработаны. И, естественно, хочется реставратору поставить что-то точно такое же, как было в старину, или хотя бы похожая модель, или хотя бы чтобы было приблизительно похоже. Но вот сейчас стоят колеса, похожие по рисунку, но никогда не останавливается работа по реставрации. Если вдруг находится какая-то деталь, которая больше подходит, то она меняется. И вот скоро на этом троллейбусе появятся новые колеса. Ну, новые весьма условно 50-го примерно года выпуска. И причем точно такой же модели, которая стояла на троллейбусе 36-го года. Каждый последующий экспонат мы стараемся делать более качественно, более достоверно, так, чтобы не было вопросов к качеству реставрации. И, разумеется, самая большая похвала для нас, это когда говорят, «Ох, где вы такое нашли? Вы его покрасили, наверное, нет?» И когда показываешь фотографии человеку, как было и как стало, вот я даже сам частенько не верю, что это все возможно. Как говорится, кто не помнит свою историю, обречен на ее повторение, и говорят, что даже сейчас современные белорусские троллейбусы очень похожи по дизайну на вот эту вот первую модель ЕТБ-1. Ну, у вас есть возможность сравнить. 2007 год, когда все, ЕТБ-1, он уже восстановлен, стоит в коллекции, у нас есть другие экспонаты, которые нужно восстанавливать. Звонит мой приятель и говорит, «Леша, Леша, я нашел еще один ЕТБ». Говорит, да, просто такого не может быть. Да точно, точно, еще один. Жора, да быть такого не может, просто все это исключено. Присылает фотографию на телефон, я смотрю, сразу ЕТБ. Прыгаем в машину, через два часа за городом обнаруживаем еще один ЕТБ. Юные зрители нашей программы вообще не понимают, каким образом троллейбус мог оказаться на дачном участке, но в советские годы все шло в оборот. И когда уже списывали троллейбус, его можно было забрать по цене металлолома себе на дачный участок, приспособить под какое-то временное жилье, сарай, теплицу. И, собственно, такая история примерно была с этим троллейбусом, поэтому он и сохранился, хоть и в таком вот необычном месте, но, по крайней мере, это дало возможность нам сейчас его с вами наблюдать. Естественно, никакая реставрация невозможна, если нет фанатов своего дела, нет людей, которые живут этим. И благодаря именно этим людям, которые тратят свое время, а часто еще и свои деньги на восстановление этих экземпляров, у нас есть возможность прийти в музей и прикоснуться к истории. Самое главное, что в нашем музее удалось собрать практически все основные троллейбусы, которые работали в нашем городе с 1936 года и по сегодняшний день. У нас есть троллейбусы 1936 года и 1947 года выпуска. У нас есть интересные два троллейбусных поезда, которые сейчас ожидают реставрации. У нас есть троллейбусы, которые совсем недавно эксплуатировались на линиях нашего города, поэтому все это в ближайшем времени будет восстановлено и будет на ходу, и будет радовать наших горожан. Истории троллейбусного движения не более 100 лет, но на самом деле очень быстро устаревают троллейбусные модели. То есть кажется, что в таком троллейбусе еще я ездил буквально недавно, но нет. Я даже, по-моему, не застал такую модель на улице города, но вот, видимо, где-то в фильмах ее видел. В каких-то передачах. И поэтому такое ощущение, что сидел на этих сиденьях сам лично когда-то, буквально недавно. А вот такие троллейбусы, честно говоря, даже не помню, чтобы встречались на дорогах, но встречаются в музее. Лаборатория контактной сети. Можно залезть наверх и оттуда смотреть, в каком состоянии находится контактная сеть. Именно этим занимались раньше специалисты, а теперь экспонат музея. Вот такое вот необычное рабочее место. С двух сторон стеклоочистители. Здесь сидел специалист, который наблюдал за состоянием контактной сети. То есть все ли в порядке с проводами, может быть где-то требуется ремонт. Специальные какие-то кнопки, не знаю, что означает. Вряд ли кто-то расскажет, потому что техника уже музейная, техника уже не используется. И я, честно говоря, не встречал их на улицах города. Ни разу не видел. Может быть, они как-то проезжали в то время, когда я где-нибудь был уже в помещении. Но сейчас можно увидеть это в музее. Вообще неудивительно, что эту лабораторию вы не встретите на улицах нашего города. Потому что в 1984 году один раз она, судя по журналу, проехала по улицам. И все, больше ничего исследовать не нужно. Все уже исследовано. На реставрации у нас сейчас находится троллейбус 2004 года выпуска. Состояние его можно, в общем-то, назвать шикарным. Потому что он не так давно эксплуатировался. И ремонт, в общем, не требует больших затрат каких-то. И троллейбус интересен, в первую очередь, тем, что у него поворачивающееся сидение. То есть водителю удобно после смены, для того, чтобы выйти к диспетчеру, допустим, просто повернуться и пойти прямо к выходу. Такая особенность у троллейбуса была только у этого. Это единственный троллейбус с такой особенностью. Состояние этого троллейбуса, в общем-то, шикарное. Потому что для реставрации проще, самое простое, разобрал, почистил, покрыл антикором, собрал обратно, вырезал, поехал на парад. Если внутри троллейбусов, особенно в кабине, это какие-то такие неличные ощущения, просто музейные экспонаты и все, то вот этот стенд лично у меня такой вот живой отлик вызвал, потому что я еще помню, вот такая касса стояла в троллейбусах. И я любил в детстве стоять, смотреть, как люди бросают монетку, отматывают себе билеты. Причем интересный момент. Обратите внимание, проезд 3 копейки, багаж 10 копеек, но надо взять 3 билета. То есть, ну, что-то не состыкуется. 3 билета – это 9 копейка, бросить надо 10. Потому что, в принципе, вот этот весь аппарат, он был основан на честности. То есть, честность советских граждан, сверху прозрачное стекло, и если вы туда бросили, например, 1 копейку, оторвали себе 3 билета, то следующий, кто бросает туда деньги, он видит, что такое. Говорит, гражданин, как вам не стыдно, это же государство, это же проезд на общественном транспорте, как вы можете так всех обманывать? И вот так вот друг друга контролировали, себя контролировали. В принципе, особенно если вы вечером едете, нет других пассажиров, можно было просто оторвать себе билеты, вот у вас уже билетик есть. То есть, все основано на честности. Потом, естественно, эта честность немножко была подорвана в 90-е годы, и такие аппараты пропали. И вот тоже воспоминания моего детства – талоны. Талоны, которые нужно было компостировать на вот таком вот устройстве, то есть у каждого был свой какой-то узор. Вы заранее покупаете талончики, уже платите, в принципе, за проезд на 10 поездок вперед, но вот гасите их каждую поездку. И такой небольшой лайфхак. Можно было зайти, какую-то бумажку всунуть, посмотреть, какой узорчик на этом компостере. И, может быть, у вас уже сохранился старый какой-нибудь талончик именно с таким узором. В принципе, комбинаций не так много. Что делать? В студенческие годы приходилось экономить. Вот рядом с такими экспонантами чувствую себя очень старым, потому что, наверное, современная молодежь даже не поверит, что можно было просто на честности покупать себе билетики, никаких контролеров, никаких проверяющих, по крайней мере, на момент оплаты. И многие, наверное, из современных поколений даже не догадаются, для чего вот эти вот нужны устройства. А я вот застал. Чувствую себя очень старым. Достаточно редкая модель, 87-й год. Это изначально был такой грузовой экспонат, специально для того, чтобы перевозить какие-то грузы, помогать, видимо, при строительстве. Но потом добавили через десятилетие вот сюда вот такую площадку. Должны были эксплуатировать, наверное, для ремонта, но практически не эксплуатировали. Простоял на задворках, но зато теперь стоит в музее. Через какое-то время, когда годы пробегут вперед, станет, наверное, редкостью, учитывая, что их было так мало. Сейчас еще музейная ценность не очень большая, но экземпляр достаточно уникальный. Многие водители, начинающие особенно, жалуются, что три педали слишком много. Вот автомат с двумя, самое то. В этом тролликаре четыре педали. Это не предел. На самом деле есть экземпляры еще и с пятью педалями. Так что мне повезло, всего четыре. Ну что, две ноги, соответственно, четыре педали, по две педали на каждую ногу. Примерно так. Перед нами троллейбус, конструкция которому сейчас исполнилось практически 50 лет. Начинал разрабатываться он в 1969 году, а производство в серийной был запущен в 1972. Конструкция очень надежная, хорошо сконструированная. В городах России до сих пор эксплуатируется троллейбусы такого типа. Хотя, конечно, уже очевидно, что век этих троллейбусов сочтен. У нас в музее есть несколько экспонатов. И вот это самый первый, 1973 года выпуска. История троллейбусов уже насчитывает много десятилетий, но на этом она не остановилась. Поэтому троллейбус есть на наших дорогах сейчас. И пойдем к современным троллейбусам. Смотрите далее. Посмотрим новые модели троллейбусов. Если вы увидите где-то такой троллейбус, на фотографии, знаете, это Петербург. Есть специальные интерактивные краны. На них можно не только красивые облака показывать, но можно и остановочные пункты показывать, маршрут. Ранее в программе. Сегодня немножечко подробно про историю именно троллейбусного движения в нашем городе. Многие, наверное, из современных поколений даже не догадаются, для чего вот эти вот нужны устройства. В этом троллейкаре четыре педали. Это не предел. На самом деле есть экземпляры еще и с пятью педалями. Ну что же, музей, это, конечно, интересно, это история, но нам гораздо, наверное, интереснее все-таки современные реалии, на чем мы с вами передвигаемся по городу. Посмотрим новые модели троллейбусов. Сегодня Санкт-Петербург, я считаю, является столицей троллейбусного движения российского. Порядка 48 маршрутов ежедневно выходят на линию. Из них 9 маршрутов обслуживаются инновационными, современными троллейбусами с увеличенным автономным ходом. И считаем, что потребность, в принципе, горожан в транспорте на сегодняшний день удовлетворена. Вот этот значок специально для пассажиров. И он означает, что этот троллейбус может проехать большое расстояние без специального питания. То есть там, где нет сети, казалось бы, зачем это вообще знать пассажиру? А все просто. Новые маршруты могли появиться, где нет специальных проводов, где идет-идет троллейбус и вдруг превращается практически в автобус. И вот специально, чтобы информировать пассажиров, придумали такой значок. Правда, не уверен, что вы об этом знали, но вот знаете теперь, это для вас. Автономный ход у троллейбуса с увеличенным автономным ходом – это батарейка, которая заряжается во время движения троллейбуса под контактной сетью. Когда атакоприемник снимается с контактной сетью, троллейбус продолжает движение за счет энергии, которая была накоплена в батарее. На троллейбусе с увеличенным автономным ходом протяженность такого периода – это порядка 15 километров. Во время движения троллейбуса происходит одновременно затрата энергии на его движение, а также параллельно идут затраты энергии на накопление в батареях. Грубо говоря, как сотовый телефон мы поставили на зарядку, мы можем по нему разговаривать, но в этот момент он уже заряжается. Они по своим техническим характеристикам способны без построения новой инфраструктуры проникать в новые районы города, которые еще не проведены коммуникации, контактная сеть, пути, и таким образом обеспечивать транспортную доступность населения в новых районах города. Очень много внесли изменений. Естественно, это в органах управления, это в уменьшении количества кнопок, переключателей. Это все выведено теперь на дисплее. Ну и, соответственно, установлены клипот-контроль не только в кабине, но и в салоне, но и дизайн. Кстати, современные троллейбусы получили уже прозвище в городе. Называют их сгущенка за свою характерную раскраску. Синяя, белая, не хватает только надписи ГОСТ. И что характерно, если вы увидите где-то такой троллейбус на фотографии, знайте, это Петербург. Потому что только в Петербурге используется именно такая вот раскраска, похожая на действительно привычную нам совсем с детства банку сгущенки. В первую очередь, это экологически чистый транспорт для больших городов. Для агломерации я считаю это очень важно, потому что он не выделяет вредных веществ. Его можно использовать вблизи каких-то парков и так далее, в спальных районах. Он бесшумный, он удобный, вместительный и нравится горожанам. Многим нравится то, что в данной модели передняя дверь полностью отдана на салон. И для удобства пассажиров, конечно, вход в переднюю дверь теперь более удобен. Потому что в кабину здесь уже не попасть. То, что это современный троллейбус, видно не только внутри, но и снаружи. То есть, например, дверь открывается кнопкой сенсорной. И для того, чтобы открылось, нужно нажать, заодно другие двери закрыты, холодный воздух не поступает в салон. И если вдруг требуется помощь водителя, лица с ограниченной возможностью могут нажать кнопку, сигнал, сразу же водителю поступит на пульт. На данном подвижном составе установлена система клиренса. При необходимости использования троллейбус подъезжает к остановке. Троллейбус наклоняется. Люди с ограниченными возможностями при помощи водителя или кондуктора, или сопровождающего лица заезжают. Закрепляются на определенном месте. Троллейбус после этого выравнивается. Также здесь установлена система «Говорящий город». Это для людей с ограниченными возможностями слабослышащими, которые также могут, стоя на остановке, узнать, в какой маршрут и в каком направлении он двигается. Ну и современные реалии. Везде видеокамеры, которые следят не только за пассажирами, но и за всем, что происходит. Выводится на экран вся информация у водителя. Естественно, записи сохраняются. Если вдруг какой-то конфликт, если вдруг какая-то нештатная ситуация, всегда будет потом возможность разобраться. Но это уже, пожалуй, современные реалии. А сейчас без видеорегистраторов уже нигде. Горожане замечают, что новый подвижной состав, он более комфортный, теплый, тихий. Ну и совместные программы городские с дирекцией по организации дорожного движения и комитетом по транспорту позволяют нам сейчас двигаться по выделенным полосам. Их становится все больше в городе. Это позволяет увеличить среднюю эксплуатационную скорость и привлекательность транспорта. Очень много продумано в современном троллейбусе, современного, нового. Например, места кондуктора. Казалось бы, что тут можно придумать? А нет, придумали с подогревом. Не поверите, но действительно это место с подогревом. То есть если целый день работает кондуктор, открывающийся двери, то хотя бы не мерзнет. Есть возможность на своем месте погреться. Очень комфортно. Это совершенно новая модель. Красивый троллейбус. Наш красивый Санкт-Петербург заслуживает. Такие троллейбусы просто заслуживает. Побольше бы еще. Пассажирам нравится. Нам комфортно работать. Тепло. Ну что же, раньше мы только мечтали о том, чтобы Wi-Fi был в общественном транспорте. Теперь есть. Давайте попробуем подключиться. Для этого, естественно, ищем доступную сеть. И тут же сразу же предлагается нам к ней подключение. Заработало. Но это я так подозреваю, что это заработало все-таки у меня. Вот, открылась эта страница входа в сеть. Вложу номер телефона. Нажимаю войти. Свой номер телефона. И вот, вот появился значок Wi-Fi. Теперь заработало. Теперь меня знает эта система. И, наконец, я могу воспользоваться интернетом. Ну, да, немножко сложно, но зато халява. Наш любимое слово. Ну, самое главное, естественно, если у вас современный телефон, это источник питания. Думаю, многие из вас бегали в поиске электричества. А теперь бегать не надо. Все с собой. Нужно правильно выбрать место. Да, работает, пошла зарядка. Вы, наверное, помните, как автобус или маршрутки всегда были обклеены объявлениями, информацией, маршрутами, всем подряд. Но сейчас такие вот есть специальные интерактивные экраны. На них можно не только красивые облака показывать, но можно и остановочные пункты показывать, маршрут. И самое главное, эта система еще подключена к МЧС. То есть, если нужно будет вдруг здесь какую-то срочную информацию выдать о том, что происходит в городе, то вот это даже без ведома водителя информация появится на экранах. МЧС практически напрямую эту информацию сюда может выводить. Естественно, современный транспорт приспособлен и для лиц с ограниченной возможностью. Есть не только специально оборудованное место, не только специальные пандусы, которые можно раскрыть, чтобы на коляске прямо заехать в троллейбус или выехать. Ну и кнопка для того, чтобы водителю сказать о том, что требуется помощь, требуется остановиться. И вот как раз этот пандус использовать, который специально оборудован в средней площадке. Это транспорт будущего. Я считаю, что это будущее мы делаем сейчас с вами в настоящем. Мы планируем развивать маршрутную сеть. У нас есть ряд проектов и с электробусами, с динамической зарядкой, троллейбусами, с увеличенным автономным ходом. И обычными троллейбусами также мы планируем развивать городскую сеть. Особенно это касается новых районов, которые развиваются гораздо быстрее, чем инфраструктура. Вот с таким районом, да, у нас есть ряд проектов, которые мы планируем реализовать в ближайшее время. Включаем гидроусилитель, реверс переводим в положение вперед, снимаем с ручного тормоза, троллейбус готов к движению. Программа подходит к концу, а значит пришло время подводить итоги. Троллейбус, несмотря на его практически вековую историю, это современный вид транспорта, причем экологичный, безопасный и экономный. Поэтому он будет развиваться в Петербурге, а мы будем следить за этим развитием. Вы смотрели «Автограф», я Александр Холдов. «Автограф»